Формол Продакшн, Чешское телевидение и Национальное туристическое управление Чешской Республики представляют документальный цикл «Национальные сокровища». Занося памятники в список мирового культурного природного наследия, а именно в список ЮНЕСКО, всё мировое сообщество провозглашает этот памятник особенным и единственным в своём роде. Это наше общее наследие, и мы обязуемся хранить его в интересах всего человечества. Коллекция памятников ЮНЕСКО на территории Чешской Республики. ПРАГА РАЗНООБРАЗИЕ В ЕДИНСТВЕ За свою историю Прага получила много названий. Окаменевшая красота, золотой город, стабашенная или мать городов. В списке ЮНЕСКО она оказалась потому, что идеально воплощает то, что называют единство в разнообразии. Разнообразие в единстве. ПРАГА ПРАГА СВОЯ ИСТОРИЯ, КОТОРАЯ ОТПЕЧАТАЛОСЬ В ЕЁ ОБЛИКИ И СДЕЛАЛО ЕЁ НЕПОВТОРИМОЙ. ПРАГА С самого начала судьбу Праги предопределяла река, а быстрое развитие города резиденции чешского короля началось после того, когда оба берега Волтавы соединил первый каменный мост. Его назвали в честь Юты, супруги короля из рода Паршемысловичей Владислава II. Мост построили в 70-е годы 12-го столетия. Прослужил он почти 200 лет, пока не был смыт наводнением. Прага осталась безважной транспортной артерии. К счастью, ненадолго. Судьба распорядилась так, что чешский трон в то время занимал Карл IV Люксенбург, который сделал Прагу своей резиденцией и центром всей империи. Камень в основании нового моста был заложен 9 июля 1357 года в 5 часов 31 минуту. Именно это время специально выбрали императорские астрологи как наиболее подходящее благодаря сближению Солнца с Сатурном. Оно также скрывает тайный нумерологический код. Как бы вы ни читали числительные в дате вперед или назад, всегда получится ряд нечетных чисел от единицы до девятки. В то время верили, что нечетные числа приносят удачу. Карл IV взялся оживить новую резиденцию и спроектировал для Праги градостроительный план. Помимо множества зданий в стиле высокой готики, он основал новое место. По сути, это был проект готического мегаполиса. До того времени старое место и мало страна развивались стихийно, а новое место, наоборот, было тщательно спланировано. Для глубоко верующего императора его прообразом послужил библейский Новый Иерусалим. Карл IV объявил, что горожане, построившие каменные дома за 18 месяцев, получат особые привилегии. Прежде всего, им простят налоги на 12 лет. Поэтому неудивительно, что Прага в то время была в три раза больше Парижа и действительно стала резиденцией римского императора. Карл IV способствовал будущему разнообразию Праги. У каждой площади, построенной им, своя форма. Каждый новый собор отличается от предыдущего. Его страсть коллекционера проявилась в чередовании разных типов архитектуры и градостроительства. Отец нации завел в Праге особый порядок, сохраняющийся до сих пор. Каменный мост с тремя башнями, возвышающийся Пражский град с кафедральным собором во всем мире признаны символами чешской государственности, и их культовый статус не посмел нарушить ни один из правителей, занимавших резиденцию чешских королей в последующие века. 15 век – период после Карла IV – бурное время гусицкого восстания. Прага потеряла свое положение центра Европы, и ее развитие остановилось. Но именно это помогло сохранить готическую красоту Праги до сегодняшнего дня. И более поздние перестройки, к счастью, относились к ней с уважением. В конце 15-го столетия на чешский престол взошел Владислав Ягелонский. Вместе с ним в Прагу и на Пражский град приходит Ренессанс, сменивший готику. Их слияние прекрасно отразилось во Владиславском зале. Архитектор Бенедикт Рейд – стиль поздней, так называемой, Владиславской готики. Витые своды – это чистая готика, а вот прямоугольные окна и некоторые детали на порталах выполнены в стиле Ренессанс. Большое пространство возникло после объединения старых залов Сейма. Сначала зал использовался для королевских пиршеств, в том числе и коронаций, и даже рыцарских турниров. К залу прилегает четыре крыла, причем юго-западная, или Людовикова, является первым чисто ренессансным дворцом в Чехии. В 1526 году после егелонцев на чешский трон вступают Габсбурги. Король Фердинанд продолжает возвышать Пражский град, и здесь, в северной стороне, разбивает Королевский сад, первый сад в стиле Ренессанс, к северу от Альп. Здесь растут экзотические растения и фрукты. Впервые в Европе здесь выращивают, например, тюльпаны. С восточной стороны был возведен летний королевский дворец, который, как говорят, Фердинанд построил для своей жены, королевы Анны. Аркадная галерея и богатые рельефные украшения — творение итальянских каменщиков. Над склоном Оленьего утёса с южной стороны сада возник большой павильон по проекту Бонифация Волмута и Ульрика Остелли де Сало. Изначально он предназначался для игр в мяч и был богато украшен с графита с изображением 20 аллегорических фигур. В 1541 году запланированные постройки града настигает сокрушительный удар — большой пожар на левой стороне Волтавы. От этой катастрофы Пражский град будет приходить в себя в течение нескольких столетий. Тем не менее, вскоре после разрушительного пожара Прага вступает в новый великолепный период. Император Рудольф II Габсбург сделал её своей резиденцией, и значение города росло, как при Карле IV. Прага опять стала центром Европы, и её слава буквально доставала до звёзд. Количество башен, соборов и других строений превысило 150, поэтому название «стобашенное», полученное в 19-м столетии, отражало реальность уже в период позднего Ренессанса. При дворе Рудольфа II возникает один из европейских центров — маньеризма. Дворянство процветало и могло позволить себе оплату мастеров из-за границы. В Прагу приезжают влахи. Так тогда чехи называли итальянских ремесленников. Вместе с чешскими строителями они создали особый чешский ренессанс. В результате появилось несколько примечательных зданий, как, например, вот этот Мартиницкий дворец на Градчанской площади. Неподалёку стоит дворец Шварценбергов, а ранее — Лобковицкий дворец. Первоначальное строение было уничтожено во время Большого пожара в 1541 году и отстроено заново в начале второй половины 16 века, уже в стиле Ренессанс. Величественная дворянская резиденция должна была представлять одну из известнейших чешских династий. Этой цели отвечает роскошный экстерьер, который моментально обратит на себя внимание прохожего. Фасад создаёт впечатление пространства при помощи четырёхугольных с графита. Ренессанс придал Праге разнообразие, которое можно оценить, посмотрев, например, на южную башню собора Святого Вита. Строительство этой стометровой башни начал ещё архитектор собора Пётр Парлерш. Однако из-за пожара оно растянулось на несколько столетий, благодаря чему в башне переплелись три архитектурных направления. Готическое основание продолжает Ренессанс, а венчает её барочная крыша. Гармония отдельных частей, в общем, подтверждает разнообразие в единстве, которое творцы Праги уже с давних лет прекрасно осознавали. При императоре Рудольфе II Прага действительно цвела, не только с точки зрения архитектуры, она буквально стала центром мировой науки. Здесь встречались астрологи, алхимики, а также обманщики и шарлатаны. Здесь работали Иоганн Кеплер, Тихо де Брага, Джон Ди, или, например, магистр Келли. На Золотой улочке они изучали таинственные материалы и искали философский камень. Злата улечка под Северной стеной — это последняя сохранившаяся миниатюрная застройка Пражского града. Жителями маленьких домиков, помимо алхимиков, были слуги, крепостные стрелки, золотых дел мастера, которые и дали название улицы. Расцвет философии и науки коснулся не только града и двора. Способствовали ему и евреи, живущие в гетто на правом берегу Волтавы. Рудольф II не принимал жалобы горожан, касающиеся евреев, что обеспечило притесненному меньшинству более спокойную жизнь. Он сам пользовался услугами придворного еврея Мардыхая Марзеля, который сильно способствовал преображению еврейского города. Атмосферу тех давних времен мы можем прочувствовать на старом еврейском кладбище 15 века. Время здесь как будто остановилось. Под надгробными плитами здесь почивает не только сам Мардыхай Марзель, но и, например, ученый и поэт Авигдор Карра, математика-астроном Давид Ганс и учитель Иравин Иихуда Лива Бен Бецалель, известный также как Раби Лев или Махараль. Человек подобен дереву, только перевернутому, потому что корни его на небе, гласит его учение. С известным Равином связана легенда о сотворении искусственного человека Голема, охранявшего еврейское гетто. Однажды перед шаббатом Раби Лев забыл положить Голема отдыхать. Перепуганный Голем чуть не натворил бед. Согласно легенде, он до сих пор спит на чердаке Староновой синагоги. Ее построили приблизительно в 1270 году в ранне-готическом стиле. Это одна из старейших рабочих синагог в Европе. Между колоннами сохранилась бима, скованная готической решеткой. А во главе зала — Арон-Гакадеш-шкаф для Торы с двумя столбиками 16-го столетия в стиле Ренессанс. Шкаф для Торы и другие элементы украшены узорами в виде растений. Особенно часто используются молитвы виноградной лозы, 12 отростков которой символизируют 12 колен израилевых. Внутреннее убранство дополняет высокая хоруквь, символизирующая особое положение пражской еврейской общины. В передней части мы видим две раннебарочные сокровищницы, служившие для хранения еврейских налогов со всего королевства. По легенде, во время строительства синагоги в стену вставили камни из разрушенного храма в Иерусалиме, а в конце веков придет Мессия и вернет камни назад. Поэтому говорят, что синагога здесь только временна. На иврите Альтнай, откуда позднее возникло Альное, то есть Стороновое. При Рудольфе Прага достигла абсолютного расцвета. Все эти астрономы, алхимики, философы и художники как бы окутали Прагу волшебными чарами. Поэтому с тех пор еще одно ее название — «Мистическая Прага». И до сих пор кажется, что что-то подпитывает здесь это волшебство и привлекает все новые и новые поколения. Со смертью императора Рудольфа магические чары на время пали. Религиозные волнения, захватившие Чехию во времена гуситов, оживились с приходом католической антиреформации Габсбургов. Чешские сословия восстали против Габсбургов и выбрали реформаторского зимнего короля Фридриха Фальцкого. Однако их восстание закончилось катастрофой во время битвы на Белой горе. Вскоре после этого Европу охватил пожар 30-летней войны. Через Карлов мост по направлению к Пражскому граду перешли выиска шведов и захватили художественные коллекции Рудольфа. Многократно разграбленная Прага оказалась на периферии Габсбургской империи. И ее центром на следующие 300 лет стала Вена. Алоис Иерасек писал в том темном времени, но именно тогда Прага добавила в свою коллекцию новые драгоценности, в этот раз в стиле барокко. Сегодня мы не можем представить Карлов мост без статуй. Однако его первоначальный вид был иным. Барочные и новобарочные скульптуры добавлялись постепенно. Имена их авторов Браун, Браков и Макс неразрывно связаны с именами других известных скульпторов, творивших на территории Чехии. В Чехию барокко приходит в конце 17-го столетия. Оно соединяло духовные и телесные переживания. В этом стиле была построена примечательная доминанта левого берега Вултавы, храм святого Николая. Его размеры и высота вместе с главным большим куполом подняли горизонт малой страны настолько, что необходимо было приподнять и обе готические башни моста. Сегодня мы бы сказали, что в то время была нарушена пражская панорама. Город был вынужден приспособиться к такой большой постройке. Авторами этого великолепного барочного творения были чешские зодчие, отец и сын Дин Цингоферы, работу которых завершил итальянец Анселмо Лурага. Храм строили 51 год. Монументальные, с необычными изгибами этажные фасады храма украшены балюстрадой. Над роскошным убранством работали известнейшие мастера позднего барокко. В главной части храма поражают потолочные фрески Яна Лукаса Кракера. Автор купольных фресок Франтиши Ксавьер Палька был автором и других картин. Интерьер украшают скульптуры Франтиши Ка Игнаца Плацера. Наверное, самым ценным памятником здесь является цикл картин мастера светотени художника Карла Шкретты. Благодаря своей выдающейся архитектуре храм святого Николая считается красивейшим барочным зданием в Праге. Во время 30-летней войны Прага постепенно превращается в мощную крепость в стиле барокко. Однако строить и перестраивать могли только те, у кого были деньги, то есть богатые горожане, дворяне и церковь. Поэтому рядом с пышными церквями вырастали роскошные барочные дворцы, как, например, вот этот клам Галаса. Под Градом строит свой дворец самый влиятельный человек Чехии того времени, Альбрехт из Вальдштейна. Его резиденция до сих пор поражает интересными военными деталями. Например, главная башня — это тупик, который должен был запутать неприятеля. В здание же входили через маленькие ворота сбоку. Но, как мы знаем из истории, даже такие ухищрения могущественному Вальдштейну не помогли. Его жизнь прервала рука наемного убийцы. Благодаря тому, что Прага уже не была митрополией, ей удалось избежать крупных перестроек в одном стиле, через которые прошли многие европейские города. Наоборот, более поздние стили обогащали, украшали и превращали ее в уникальную сокровищницу. Но Прага прежде всего живой город. Здесь живут люди, благодаря которым она постоянно меняется. Красота Праги вне времени, и ее история еще не окончена. Развитие пражской архитектуры продолжалось и в последующие столетия, но об этом мы поговорим в следующий раз. Производство русской версии SDI Media Россия Текст читал Илья Хвостиков Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok